дорогой дневник сегодня я решил отправиться в альпы 1 на мопеде вот так каждый раз отправляясь в путешествие в одиночку мы конечно в основном делаем это ради диалога с самим собой детокса от социальных сетей повседневной рутины перезагрузки ну и конечно новых впечатлений поэтому говорить на камеру банально вау красота не хотелось а хотелось насладиться шумом встречного ветра засты в моменте и дать глазам как следует наглядеться на все это но есть один нюанс температура на улице пробила 38 градусов и я решил устроить первый привал в крошечном пригорном поселке ferrara де монтебальдо википедия говорит что население ferrara всего 194 человека так что если вы любите затеряться в толпе не выйдет где в незнакомом селе лучше всего отвлечься от суеты и жары бинга конечно в церкви а поход в итальянскую церковь почти как поход в музей искусства каждый визит в подобное место кроме уау эффекта вызывают вопрос как они это сделали сотни лет назад здешних церквях так тихо и умиротворенно что комментарии тут просто лишний едем дальше вот туда в горы уже через 20 минут я столкнулся с проблемой вселенского масштаба на пути так много старинной архитектуры которую нужно 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 вам показать соберись тряпка скоро стемнеет а еще за 20 минут подъема в горы температура упала до 18 градусов так что пришлось утепляться маленький экскурс пока я распаковываю комара сыроварня за моей спиной построена в шестом веке нашей эры и судя по проведенному к ней электричеству и пасущимся поблизости коровам мне кажется она все еще действует навести в сыроварню меня практически магнитом понесло коровам упс забыл камеру я не доехал буквально пять минут до финишного подъемника в горы как дорогу перекрыли идущие домой коровы до основа коровы прямо карма какая-то живущие на одинокой ферме с видом на миллиард даже у итальянской коровы вид из окна куда лучше твоего подумай об этом еще тут познакомился с местным собаки на правда мои вкуснейшие крекеры он даже нюхать не стал хотя чем я думал это же итальянская собака антонио нужно было вина ему предложить с пармезаном на улице стало совсем холодно и я таки доехал до заветного подъемника который любезно всего за 5 евро телепортировал меня прямиком на вершины горы балду дальше я даже комментировать не хочу чего Фу. Ха-ха-ха. Блин, нет, нет, так не бывает. Просто. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Особых целей на этот подъем я не ставил. Скорее, это была разведка для ролика о выживании в горах с палаткой. Поэтому будем считать, что я поднялся на 1850 метров высоты, чтобы съесть мишленовскую банку тунца с крекерами. И наибомбическим видом на озеро Гарда. Вот только сюрпризы были впереди. Я так увлекся местными красотами, что пропустил 4 уведомления от нытья службы о надвигающейся грозе. А быть на вершине горы в грозу – не самый умный поступок. Сюрприз номер 2 заключался в том, что подъемник, поднявший меня в горы, скоропостижно закрылся. Так что спускаться пришлось в рукопашную. Наверху, на маршрутном стенде утверждали, что спуск займет около 90 минут. Вранило. Если бежать с горы, как снежный ком, и не обращать внимания на дымящиеся колени, каких-то 25 минут – и я буду того самого закрытого подъемника. Короче, ситуация такая. Указатели говорят, что нужно идти вот туда, обойти где-то километра полтора и выйти вот на ту дорожку. Что, срежем? Интересно, каково было бы переночевать на той вершине в палатке? Есть ли там волки или медведи? А холодно бы мне было ночью, если даже вечером температура упала до 16 градусов. А какой был бы фантастический кадр на рассвете, представляешь? Ну, а то уже совсем другая история. Дорогой дневник, до завтра. Пока.